Товарищи офицеры, мы продолжаем обсуждение хода военного строительства в рамках коллегии Министерства обороны. И сегодня я, естественно, посвящу основную часть своего выступления именно этому вопросу. Проанализирую, что удалось сделать и чего сделать пока не удалось. Для защиты наших национальных интересов, для обеспечения безопасности граждан нашей страны Россия проводит прагматичную, надеюсь, и миролюбивую внешнюю политику, исключающую втягивание нашей страны в затратную гонку вооружений. 8 апреля прошлого года мною вместе с президентом Соединенных Штатов был подписан договор об СНВ, который определяет параметры сокращения стратегических ядерных вооружений на 10 лет вперёд. В январе текущего года и нами, и нашими партнёрами этот документ был ратифицирован, а с 5 февраля вступил в силу. Безусловно, это стало одним из ключевых факторов обеспечения международной безопасности. Ключевым, но, конечно, далеко не единственным. Развитие современной международной обстановки и сохранение ряда угроз безопасности Российской Федерации, в том числе вокруг наших границ, требует от нас всесторонней модернизации вооружённых сил. Мною более чем два года назад, в сентябре 2008 года, была поставлена задача по формированию нового облика Российской Армии. И за прошедший период мы продвинулись в решении этого вопроса. Вооружённые силы обрели новую структуру, новую систему военного планирования. А также обновлённые системы подготовки и обеспечения войск. Вместе с тем, нам предстоит ещё очень многое сделать. С тем, чтобы структура вооружения, боевые возможности армии и флота соответствовали современным требованиям. Задача здесь триединая – новые вооружения, новое качество управления войсками и новый статус офицера. Для решения этой задачи акцентирую ваше внимание на следующем. Первое. Необходимо максимально эффективно реализовать новую государственную программу вооружения. Она утверждена 31 декабря прошлого года. На её обеспечение будет направлена беспрецедентная сумма – почти 20 триллионов рублей. Задача остаётся прежней, к 2020 году. Доля современного оружия и современной техники должна быть доведена в войсках до уровня не менее 70%. При размещении заказов на вооружение должен быть найден баланс интересов заказчиков и исполнителей. С одной стороны, государственный заказ должен обеспечивать предприятием определённый, разумный, подчёркиваю, настаиваю на этом, разумный уровень рентабельности, позволяющий развиваться и внедрять новые технологии. Но, с другой стороны, цены на продукцию оборонно-промышленного комплекса должны быть понятны и прозрачны. А ответственность за исполнение обязательств по государственному оборонному заказу повышена. При этом не могу не сказать об этом сразу же. К сожалению, часть обязательств по государственному оборонному заказу была провалена. В ближайшее время я проведу разбор полётов с определением ответственных и из промышленности, и из структур государственного управления. Ещё раз подчеркну, главным критерием эффективности оборонно-промышленного комплекса остаётся его способность обеспечить выполнение госпрограммы вооружения. При этом её реализацию нужно чётко увязывать и с новой федеральной целевой программой развития ОПК. Эта норма у нас, кстати, закреплена законодательно. Однако, к сожалению, принятие последней программы неоправданно затянулось. Я не буду сейчас на этом останавливаться. Её мы также обсудим на одном из ближайших совещаний. Второе. Необходимо кардинально повысить качество управления войсками, особенно на уровне объединённых стратегических командований и армий. Все управленческие задачи надо отработать досконально в ходе тех учений, которые будут проводиться, включая учения Центра 2011, в котором примут участие, в том числе и наши партнёры по организации договора о коллективной безопасности. Серьёзное внимание нужно уделить взаимодействию не только между видами и родами наших войск, но и между союзными армиями. Третье. Дальнейшей оптимизации требует структура вооружённых сил. В этом году должна быть создана единая система воздушно-космической обороны. Нужно объединить под общим управлением существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, предупреждение о ракетном нападении и контроля космического пространства. Причём делать это нужно не абстрактно, на бумаге или в электронной форме, в контексте текущей ситуации, включая решение вопроса о нашем участии или неучастии в создаваемой системе европейской противоракетной обороны. С учётом дислокации частей нужно сформировать несколько крупных авиационных баз. Это повысит и мобильность подразделений, позволит создать военную инфраструктуру, эшелонированную по основным стратегическим направлениям. Четвёртое – защита наших рубежей на всех направлениях. По целому ряду направлений решения приняты и реализованы. Нужно заниматься другими направлениями, включая восточное направление. В середине прошедшего десятилетия был модернизирован ряд гарнизонов, расположенных на Камчатке. Сейчас на очереди оборонная инфраструктура других дальневосточных регионов. Её нужно совершенствовать, а военнослужащим и, соответственно, конечно, их семьям создать достойные условия для службы, для жизни и для быта. Работа эта начата, но она должна быть продолжена и, естественно, доведена до конца. Пятый и безусловный приоритет, о котором я сказал вначале, характеризует реединую задачу – это социальный статус офицера, включая общую задачу дальнейшего укрепления офицерского корпуса, усилению социальных гарантий военнослужащих и военных пенсионеров. Модернизация вооружённых сил должна проводиться всесторонне подготовленными офицерами. Я обращаю на это особое внимание руководству военно-учебных заведений, их профессорского и преподавательского состава. В войска должны приходить командиры, способные сами применять современное вооружение, современную технику, конечно, способные научить этому солдат, которые сейчас у нас проходят службу по призыву всего один год. Кроме того, надо совершенствовать работу с кадровым резервом и подбирать на руководящие должности подготовленных офицеров. Здесь есть определённый положительный опыт. Так, в этом году из 115 офицеров, входящих в Федеральный кадровый резерв вооружённых сил, на руководящие должности назначено уже 28 офицеров. Это нормальная динамика. Что касается социальной защиты, социального пакета, то здесь все решения приняты. Подчёркиваю, все решения приняты. С 1 января будущего года денежное удовольствие увеличивается в три раза. По первой офицерской должности командира взвода и по первому званию, то есть, соответственно, лейтенанта, установлено по моему поручению планка в 50 тысяч рублей в месяц, что и было определено ранее моими указаниями. Не менее чем в 1,6 раза повысится средний размер пенсии лицам, проходившим военную службу. Для увеличения общего объёма пенсионного обеспечения военнослужащих рассматривается также возможность использования механизма добровольных пенсионных накоплений. Кроме того, я поручил правительству к 1 июня доложить о финальной готовности к переходу на новую структуру денежного удовольствия. Правительство должно это сделать. Время ещё остаётся для того, чтобы технологические вопросы все закрыть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова